Здравствуйте. В эфире телеканал АйТоан ТВ, программа «Чёрным по белому». Я её ведущий Александр Гурарье. Со мной в студии Равин Михаил Финкель. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, вопрос такой. Можно ли, признаёт ли иудаизм возможность отказаться от веры? Михаил Финкель. Признаёт. Хотя во всех святых книгах написано, что идеально, конечно, это умереть за веру, это огромная заповедь, но есть исключения. Человек делает вид, что он принимает другую веру, что чтобы спастись, можно принять другую веру. То есть человеческая жизнь выходит на первое место относительно веры? Да, потому что лучше сделать вид, а потом отойти и вернуться к вере отцов, чем умереть. А как доказать-то? Сделал он вид или он искренне перешёл? Каждый человек знает в своём сердце. А Бог знает. А другие? А Бог? А Бог знает. Это для Бога. Преступление против Бога, как бы. Или непреступление. Поэтому Бог знает сам. Но судят-то люди. Люди всегда вас сосудят. Даже если вы будете всё соблюдать, вам скажут, что вы недостаточно, кошерно всё делаете. Люди здесь не фактор. И были случаи в истории массового отказа от веры? Были. Ну, во-первых, есть библейский такой пример. Цель Навуходоносор сделал огромный идол и заставил весь еврейский народ поклониться. Весь еврейский народ поклонился этому идолу под страхом смерти, кроме четырёх людей. Пророк Даниила и ещё три его друга. Все остальные поклонились. Раз. Два. Это, конечно же, были испанские евреи. 300 тысяч евреев, принявшие католицизм под страхом смерти в Испании после изгнания. Половина другой евреев, которые отказались. Три. Это случай, который был во времена Маймонида, когда в аль-Махатском халифате, который располагался в Северной Африке, со столицей в городе Фезе, это Марокко, аль-Махатские халифы приказали всем евреям под страхом смерти принять ислам. И все, кто отказались, им рубили головы. Было казнено по разным оценкам от 120 до 150 тысяч евреев за отказ принять ислам. Было это на рубеже 11-12 века. Если бы не Маймонит, рабе Мойша бен Маймон, наш величайший раввин, врач, мудрец, который разрешил принимать ислам и спасать жизнь, то погибли бы все евреи Северной Африки. Сегодня у нас в Израиле не было бы никого из выходцев из Северной Африки. То есть буквально было тотальное уничтожение? Тотальный геноцид. Тотальный геноцид, конечно. То есть все, кто отказывался? Все, кто отказывался. Учителю Маймонида, рабе Шушану, на площади перед его глазами отрубили мечом голову, эта голова покатилась, брызгая кровью к ногам Маймонида. И сам Рамбам, Раф Рамбам тоже принял ислам? Да, я сейчас скажу то, что не понравится очень многим. Сам Маймонит и вся его семья вынуждены были, живя в Аль-Махатском халифате, принять ислам. По-арабски его зовут Маймонида Муса ибн Маймун. Он стал врачом в теократическом государстве, очень радикальном, в котором он учился в Каруинском халифском университете. Ни один не мусульманин не имел права там учиться. До нас дошло дело, которое потом было инициировано против Маймонида уже в Египте, когда Маймонит переехал из Марокко в Египет. Он стал врачом Саллахаддина, величайшего арабского завоевателя, и он стал врачом египетского правителя. Жизнь его кидала. И вот в Египте было дело, которое было инициировано, если мне не изменяет память, оно называлось Аль-Муса против Мусы ибн Маймона. Клерик из Феза, из Марокко, мусульманский, пришел и увидел, что Маймонит в Египте лидер еврейской общины, раввин. И он говорит, я знал этого человека, он был мусульманином в Фезе, в Марокко. Он пять раз ходил в мечеть, он был первым в медресе, он стал врачом, он учил мусульман, и мы знали, что он первый мусульманин, а сейчас он еврей. За измену исламу в исламе порагается смертная казнь, во всяком случае во многих направлениях ислама. И начинается дело, его обвиняют в фиктивном принятии ислама. Напомню, что Египет тогда не входил в Аль-Махадский халифат, это была более умеренная мусульманская теократия, и защищал Маймонида Аль-Факих, если я не ошибаюсь, это был визирь Саладина, и он сказал следующее, вердикт был такой оправдать Маймонида, потому что он насильно вынужден принять ислам, был под страхом смертной казни, а ислам нужно принимать добровольно. Поэтому все принятия ислама, которые инициированы были в Аль-Махадском халифате, в соседнем, они считались в этом государстве нелегитимными. А то есть все, кто принял тогда этот ислам? Да, 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 это нелегитимно было, но человек должен сам принять ислам, и они считали, что насильное принятие противоречит Корану, и оно ничего не стоит, поэтому Маймонида не врал, когда принял ислам. Маймонида написал известное письмо, послание, которое называется на верите Игерат Хашмад, или называется по-другому Игерат Хатайман, это послание в Йемен, или послание уничтожаемым, и он говорит всем евреям, где бы они ни жили, принимайте ислам по страхам смерти, времена черные пройдут, правители сменятся, политика агрессивная сменится, умеренной, и вы вернетесь к вере отцов, и вы спасете ваших детей, и вы снова станете гордым, свободолюбивым народом, верящим в своего Бога. Маймонида спас сотни тысяч евреев этим письмом, для них это письмо было как письмо от Бога, как письмо от Моисея, его называли Моисеем, от Моисея до Моисея такого Моисея не было. Это письмо помогло им принять правильное решение. Да, они боялись во многом, потому что они считали, что ислам является, они не знают, что это за вера. Вот такая вот история, поэтому иудаизм проводит колоссальное различие между насильственным принятием веры и добровольным. Конечно, иудаизм презирает тех людей, которые добровольно и осмысленно изменяют верятцев. Сегодня мы живём в том веке, в котором многие актёры, многие люди из телевизора, так называемые, они надевают любой символ веры, чтобы им было выгоднее. Это неосмысленный шаг. Я даже их не осуждаю, они как малые дети. Им хочется стать своими. — Я имею в виду, вы имеете в виду российскую элиту? — И российскую, и зарубежную, и европейскую, и американскую. — Ну, в России мы наблюдаем массово. — В России, да. Я не думаю, что эти люди разобрались. — Вроде евреи, актёры, музыканты, все ходят вот с такими крестами. — Ну, я не думаю, что они прочитали всю Тору в оригинале, при том прочитали всё христианство, сравнили две религии и выбрали наиболее близкую им. Конечно, это конъюнктура. Конечно, это попытка плыть по тещению, быть, как все, слиться с большинством. — Но это не по принуждению. — Это не по принуждению, но мы их не очень сильно судим, потому что они, как русские люди мудро говорят, не ведают, что творят. Они одержимы деньгами на самом деле, либо просто боятся антисемитизма. — Нет, секундочку, я хочу понять. То есть иудаизм не осуждает переход в другую религию, даже если он не был по принуждению, то есть забранульно. А нюктурные соображения — это совсем другое. — Я подчеркну, он осуждает добровольный переход в другие религии, безусловно, если этот переход сделан людьми, которые знают, что делают. Всё советское еврейство глубоко ассимилировано. Оно не знало, оно не виновато в своём неверии, оно лишено своих корней. И оно делает тот выбор, который оно делает, ничего не знает. Даже те люди, которые добровольно, как они думают, и осмысленно приняли христианство, как Юза Лешковский, крестившийся у Мения, как Галич, да, Гинзбург, как многие другие, да? — Впрочем, как и сам Мень. — Как, сам Мень родился уже в такой семье, у мать крестилась, да. Они тоже не знали своих корней. Тора осуждает только, если человек имеет глубокое, фундаментальное, глубокое религиозное образование. И сравнив то и то, делает неправильный выбор. Вот тогда его можно осудить. А если он не знал, ничего лучшего не знал и выбрал что-то другое, то снисхождение. — Но ведь в этот момент, когда человек переходит в другую веру, когда еврей переходит в другую веру, он перестаёт быть евреем. — Он перестаёт быть иудеем. Евреем он остаётся, конечно. Но более того, есть мнение даже в Талмуде, что еврей, который даже согрешил, он всё равно может вернуться. Он всё равно евреем. Где-то нить связи с Богом, она не теряется. — А как он должен вернуться? Он должен принять гиюр? — Нет, никакого гиюра. Это гиюр, это процедура принятия иудаизма для неевреев. — Так он перестал, он не еврей. — Нет. — Он покрестился, стал христианином, он не еврей. — Мы в это не верим. Мы верим, что он еврей, который стал христианином или стал мусульманином, но он может вернуться. Для того, чтобы вернуться, нужно просто вернуться. И всё. Вернуться к Богу и начать жить по законам Моисея и Израиля. — Михаил, в посольстве государства Израиля, например, в Москве, в Российской Федерации, если приходит человек и заполняет документы, пишет в графе вероисповедания, не важно, что он этнический еврей, у него бабушка, дедушка, если он пишет в графе вероисповедания, он пишет христианин или мусульманин, не важно. — Или буддист. — Или буддист, да. — Всё, он будет заказан. — Или поклонник макаронной религии, вот этой новой, то есть он будет закрыт, он лишается права на возвращение. — Это везде, так это наш закон о возвращении, там есть пункт, сменивший веру с иудаизма на любую другую, никогда не может больше репутеироваться. — А он говорит, так я хочу вернуться, вы же только что сказали, что это возможно. — А я вам хочу сказать, что светский закон государства Израиля о возвращении не всегда отображает закон Торы. Я здесь говорю вам о законе Торы. Многие наши, светские, корпус наших светских законов, нашего кодекса, он отчасти основан на Торе, отчасти нет. — То есть получается, что светские законы, они более жесткие, более радикальные, чем религиозные? — Да, совершенно верно. Потому что никакого, например, Геюра Тора не предусматривает для таких людей. Некоторые раввины говорят, ему нужно окунуться в Микве. Это как такая, ну, большая купель. И все, ничего не надо делать. А некоторые говорят, нет, просто раскаясь и приди в синагогу, ты наш брат. — То есть если он раскаивался, окунулся в Микву, стал снова евреем и через год снова пришел в посольство и говорит, я уже давно еврей, я вот в Микву окунулся. — Вы знаете, не могу я быть за посольство ответчиком. Наверное, поэтому я там не работаю. — Спасибо. Дорогие друзья, мы беседовали с Равином Михаилом Финкелем. Всего доброго, до свидания. — Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, мы с вами были в Микву.